Когда из горячего крана идет холодная вода, обычное мытье посуды – настоящая мука, сетует Галина Петровна. В аналогичном положении оказались более трех тысяч человек. Без полноценного горячего водоснабжения находится целый квартал, около 15 домов, в том числе школа и детский сад. Вот сейчас приходил слесарь, мы замерили воду на подачу и на обратку. Подача идет 50 градусов, обрат идет 13,8. По 354-му постановлению правительства Российской Федерации, если вода, температура ниже 40 градусов, мы должны платить за нее, как за холодную воду. Перасчеты нам пока никто ничего не обещает сделать. Причина происходящего – порыв на транзитной линии трубопровода. Саму аварию устранили, но система водоснабжения лучше работать не стала. Этот порыв на трубе горячего водоснабжения не единственный в этом состоянии, находится практически весь транзитный путь. Трубы в коррозии и свещах. И ремонтировать или менять их пока никто не собирается. Управляющая компания и сетевики спорят, кому принадлежит аварийный транзит. Городской администрации ситуацию прокомментировали так. Сосредством этого транзитного трубопровода пермская сетевая компания снабжает водой своих абонентов. То есть эксплуатируя этот трубопровод, получает некую прибыль от абонентов своих. И отказывается от его содержания. Здесь управляющей компанией нужно просто в судебном порядке выполнить ресурсонабжающую организацию. Пока организации разбираются между собой на худом трубопроводе, со дня на день может случиться новый, более серьезный порыв. Жители беспокоятся, грядет похолодание и можно остаться совсем без воды. И если дело в ближайшие дни не сдвинется с мертвой точки, люди пойдут отстаивать свои права в суд. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.